Добрый день! В полянах беспокойные мужики, не стедиться им на месте, что они только уже не объездили, но вот еще они точку на карте нашли, на карте нашей страны и собираются туда отправиться в мае. Да, все верно. Давайте я повторю, вы были, ну все началось в 2014 году, когда была собственно Кургосветка, напомните, где вы побывали? Мы побывали в 23 странах мира, собрали 133 экспоната для ныне действующего музея головных уборов «Дом шляп», который находится в Вятских полянах. И за 4 месяца, в общем-то, мы проехали 38 тысяч километров и облетели 42 тысячи по воздуху. Потом было Азиатское кольцо, страны Азии, был Кавказ, была Беларусь. И вот теперь вы собрались на Алтай? На Алтай, все верно. Почему именно эту территорию выбрали? Это сакральная территория. Я думаю, что это территория, край наполненная мистикой, легендами. И в свое время, когда мы ездили в автомобильную кругосветную экспедицию, мы привезли с Алтая шаманский бубен. И два года, находясь в музее, он, в общем-то, действительно работает. То есть каждый раз, когда во время экскурсии мы по этому бубну бьем, на следующий день начинается дождь. И воодушевившись вот этими историями... Даже зимой? Да, зимой идет снег, летом идет дождь. Мы запланировали съездить на Алтай. Это будет очень серьезная продолжительная экспедиция по Горному Алтаю, в рамках которой мы сможем посетить этнический фестиваль. Он проходит 26-27 мая в Горно-Алтайске. И встретиться с настоящими шаманами, которые, наверное, смогут нам показать обряды. Мы это все покажем, расскажем вам. И привезем, несомненно, артефакты, головные уборы в музей шляп. Что значит масштабная экспедиция? Сколько дней она займет? Какой маршрут вы для себя разработали? Сколько будет участников? Сама экспедиция продлится порядка трех недель. Вот я смотрю на сайте с 14 по 31 мая вы запланировали, да? Да, это 17-17 дней. В рамках этой экспедиции мы хотим посетить, начать эту экспедицию с посещения Лударвая. Это этнический комплекс в Удмуртской республике. Встретиться с бурановскими бабушками. И вот на этой доброй ноте двинуться дальше в сторону Урала и через Урал в сторону Алтая. Барнаул, Горно-Алтайск. Но я думаю, что вся эта экспедиция пройдет на позитиве. Мы сможем создать яркие инфоповоды. Ну и вернуться с интересными, необычными головными уборами. Это значит, что вы будете передвигаться на машинах? Да, будет тот же самый автомобиль, на котором мы ездили в кругосветной экспедиции. Легендарный Toyota Hilux. Будут журналисты, которые также в режиме реального времени будут освещать ход экспедиции, рассказывать какие-то интересные, освещать события, следить за всеми нашими активностями. Ну и, наверное, говоря сейчас как раз о журналистах, можно отметить, что у нас сегодня освободилась вакансия человека, который в режиме нон-стоп, в режиме ведения дневника экспедиции с нами обычно ездил. Это был Альберт Хлюпин, который сегодня живет в Индии. К сожалению, он в очередную экспедицию с нами не сможет поехать. И мы приняли решение открыть новую вакансию журналиста, человека, который готов бросить все, быть мобильным, терпеть какие-то лишения. Но при этом профессионально, ярко, в режиме хайпа освещать все то, что происходит с нами в экспедициях. А какие требования к нему? И потом, как обычно он работает? Ежедневно выдает куда, на какие ресурсы, что? Это ежедневное ведение фото-видеохроники, составление дневника экспедиции, ежедневные отправки на все эти ресурсы, с которыми мы работаем. То есть это соцсети, это сайт, это наши партнеры СМИ. Главное требование — быть активным, занимать такую яркую жизненную позицию, видеть нюансы и мелочи, которые, наверное, мы с вами, может быть, не замечаем, не видим. Для нас важно, чтобы этот человек мог рассказать о каких-то необычных, интересных событиях, которые происходят с нами во время экспедиции, и поделиться жизнью и бытом тех народностей, к которым мы поедем в гости. Откуда обращаться с журналистом и готовым с вами работать на Алтай? Да можно нам звонить в редакцию, если кто-то слышит, мы передадим координаты. Давай прямые координаты все-таки мы озвучим. Олег, скажите. Можно обратиться в наши соцсети. Ваша непосредственно страничка, да? Да, мои, я достаточно активный в различных соцсетях, это Инстаграм. Олег Уваров, напоминаю, да. Обращайтесь, мы рассмотрим с удовольствием ваши кандидатуры и отправимся, возможно, вместе в одну из самых незабываемых экспедиций в рамках проекта «Хэтмастер». Ну, вы сказали, да, до начала нашего разговора в эфире, что всем необходимым вы обеспечите человека выход в интернете, проживание и питание. Проживание, питание, трансфер до места и обратно. Это прекрасный шанс, прекрасный шанс встретиться с непознанным, с чем-то интересным, потому что Алтай для большинства все-таки, как ни странно, граждан России до сих пор малодоступное место в силу, прежде всего, больших финансовых затрат, конечно, которые требуются хотя бы даже для того, чтобы достичь эту точку на карте страны. Не то, что уже по ней перемещаться активно. Да, по планам у нас порядка пяти с половиной тысяч километров нужно будет проехать за эти три недели на автомобиле, благополучно вернуться, но, конечно, будут разные пересеченные территории, прямые автострады, я думаю, что много еще непредвиденного мы встретим, потому что Алтай – это действительно мистический регион, неизведанный, неизученный, в том числе нашим проектом, и вот в рамках экспедиции мы там что-то обязательно найдем и вам расскажем. А вы будете посещать только… вот вы сейчас перечислили города, которые достаточно крупные, а будут ли у вас какие-нибудь… есть ли уже там на маршруте какие-нибудь, я не знаю, поселения, и шаманы, они ведь, наверное, не в городах живут, в каких-нибудь, может быть, пещерах, я не знаю, где они там находятся. Более того, наверное, далеко не каждый шаман готов встретиться и рассказать о том, чем он занимается. Мы с этим уже столкнулись, изучая, в принципе, маршрут нашей экспедиции. Конечно, наш проект «Хэтмастер» он отличается, в первую очередь, тем, что мы не ездим, как правило, по туристическим маршрутам, это делают турагентства и возят организованные группы. Мы ездим по тем местам, труднодоступным для обычного туриста, где есть самобытность, где есть традиционная культура, о которой можно рассказывать и узнавать что-то новое. Так кто вообще такой шаман? Для тех, кто не в курсе. Чем занимается алтайский шаман? В каких он мероприятиях, процедурах участвует? В первом предложении. То есть мы пока не знакомы, очень близко. После экспедиции будет другой отчет здесь, в этом эфире. А как вы себе его сейчас представляете? Вопрос. Некий старец. Да. Некий старец. Это очень мудрый мудрец, который, наверное, может лечить, может проводить ритуалы, обряды, предсказывать, видеть будущее. Я знаю, что есть темные шаманы, есть светлые шаманы. До сих пор, да? В Сибирске, да. Нам удалось встретиться в одной из мастерских с человеком, который изготавливает головные уборы и шаманские бубны для шаманов. Он нам рассказал уникальную историю, когда один из шаманов к нему пришел с заказом сделать бубен. Этот бубен он делал очень долго, и два раза кожа на бубне рвалась. То есть она не высыхала, она трескалась и не соответствовала тем требованиям, которые у него были. Оказалось, что шаман был темный. Как это выяснилось? Откуда он узнал, что этот шаман темный? Ему рассказали. Знаешь ли, для кого ты делаешь этот бубен? Да, видимо так. То есть оказалось, что это не для светлой работы, не для светлого белого шамана. Поэтому в итоге он от этого заказа отказался. И один из таких бубнов, который остался у него в мастерской, нам удалось в наш музей приобрести. Бубен действительно имеет какую-то силу, энергию. И вот в рамках экскурсии... А дорогие-то вот эти вот бубны? Интересно. Как долго он делает? Ну, ручная, штучная работа, наверное, не дешевая. Я думаю, что этот момент, наверное, мы упустим. А вот мне интересно, сколько вы тратите средств на приобретение артефактов? Ведь это же все уникальные вещи, не шерпотреб, который в ларьках продается придорожных. Правда же? Да, конечно. Но были истории, когда мы покупали и приобретали наши артефакты. И за 5 долларов были истории, когда артефакты нам обходились и более тысячи долларов. То есть все зависит от самого артефакта, от места приобретения и от того, что мы хотим найти. Самый дорогой артефакт вашей коллекции? Это индийский роуч, который был привезен из Соединенных Штатов Америки. Индийский что? Индийский роуч. Что это? С перейми вот это. Да, это головной убор вождя одного из племен. То есть в районе Гранд Каньона очень много резерваций настоящих североамериканских индейцев. И они занимаются традиционным промыслом, в том числе изготовлением головных уборов. Нам повезло встретиться в одном из их же местных традиционных магазинов, то есть при мастерской. И мы смогли заполучить в свою коллекцию вот этот необычный роуч, головной убор вождя одного из племен. Сколько он стоил? Стоил порядка тысячи долларов. Порядка тысячи долларов. Мы сейчас проведемся. Полюбуйся, вот мы имеем в виду. Да, я понимаю, вот эта шикарная такая перьевая корона. В человеке бульваров, человек с бульвара Купуцына, по полюсам обрезал там перьев. Сейчас прервемся на полторы минуты. Буквально у нас прямой эфир 211-101. Можете задавать свои вопросы Олегу Уварову. Вдруг нас слушают коллеги, которые готовы прямо сейчас заявиться на поездку на Алтай, которая состоится в мае. Трехнедельная поездка по заповедным местам Алтая и общение с шаманами. Олег Уваров, президент Ассоциации наследия, директор компании «Ментелица Тур», участник экспедиции «Хэтмастер». У нас в гостях мы говорим о готовящейся экспедиции на Алтай. Напоминаем, это будет май месяц. Трехнедельная поездка по заповедным алтайским местам в целях поиска артефактов, истории, мифов, легенд и встреч с шаманами. И Олег в начале нашей программы сказал, что сегодня открыта вакансия журналистов этой экспедиции, того, кто будет вести ежедневный дневник экспедиции, человека творческого, интересного и яркого, способного замечать детали и не боящегося общения с шаманами. Мы сейчас перейдем к фестивалю, конечно, в Вятских полях. На шаманах сосредоточились. Шаманов меня все-таки очень волнует. И мы уже сказали, что в музее «Шляп» есть уникальный бубен, который в Новосибирске удалось купить. И он есть в коллекции. И свою тайную, волшебную, какую-то там мистическую роль он выполняет. Каждый раз при ударе в бубен на следующий день идет снег или дождь, какие-то осадки. Кстати, не жалуются вятскополянские жители, что вы тут дождем постоянно там нагоняете. Да, иногда говорят, может быть, не стоит сегодня стучать. А сельхозпроизводители не приходят с заказом? Дальте-ка в бубен, что-то у нас тут сохнут посевы. Хорошая идея. Мы обязательно введем. В прошлом году, в прошлом летом была иная ситуация. Нужен был другой бубен, чтобы дождь прекратился. Может быть, кстати, поэтому... Вот, Володя, ты понимаешь, влажное-то еду. Много посетителей было. Секунду, сейчас мы закончим с шаманами. Просто мне очень хочется узнать. Они ведь наверняка, эти шаманы... Есть люди, я понимаю, которые это делают на потребу публики. Наверняка есть такие, да, припопсованные маги и так далее. А есть, действительно, которые из поколения в поколение перенимают этот опыт. И вряд ли они тоже готовы уж очень активно выходить на связь со СМИ и устраивать, как вы сказали, хайп вокруг себя. А вам, видимо, именно такие нужны. Кто у вас контакты там на Алтае? Кто вам обеспечит эти встречи? Удалось ли уже какие-то договоренности достичь? Или вы на месте будете решать этот вопрос? У нас в рамках компании существует специалист, работает, который занимается организацией нашей экспедиции, продумывает точки маршрота. И совершенно недавно выставка МИД прошла в Москве, в рамках которой нам удалось встретиться с представителями Центра туризма Алтайского края. Это крупнейшая выставка для туриндустрии. Крупная выставка для туриндустрии. Она проходит весной в Москве, в экспоцентре. И в рамках этой выставки мы встретились с представителями Центра туризма. И нам удалось заручиться их поддержкой. Они обещали нам помочь в организации маршрота по передвижению, по знакомству с уникальными людьми. Я думаю, что это будет действительно так. И мы сможем какие-то истории интересные все-таки создать, рассказать о них, насколько получится встретиться действительно с настоящими шаманами, которые знания передают из поколения в поколение. Сложно, наверное, сегодня об этом говорить в студию. Я готов к этому вернуться после экспедиции, по итогам ее завершения, отчитаться всем слушателям. И, в общем-то, мы будем надеяться, что что-то у нас из этого получится. — И вот мы уже сказали, анонсировали, что будет большой фестиваль, который вы инициируете в Ядских полянах уже не первый год. В прошлом году. — В третий раз, по-моему. — В третий раз будет проходить за год. — Да, и в позапрошлом. — В шестнадцатом-семнадцатом, да. — Грандиозный фестиваль «Шляп». Вот я смотрю, это старый анонс пока что на сайте. Вот видно, что журналистская вакансия у вас есть. Итак, в этом году что ожидает? В какие числа состоится фестиваль? Как вы его выстраиваете? — Мы третий год проводим фестиваль «Шляп». Он, на самом деле, не уникальный для мира, но уникальный, наверное, для Кировской области и в целом для России. Мы в прошлом году смогли побывать на фестивале «Шляп», который проходит ежегодно в городе Кассаде на юге Пиренеи, это Франция. 25-й год юбилейный он проходил. И мы смогли байерами поучаствовать в этом фестивале. — Вы разъясняете вот эти все слова «байеры». Посетителями мы смогли поучаствовать в рамках этого фестиваля, что нас натолкнуло на очень интересные мысли и на новые идеи. И фестиваль «Шляп» 2018 года как раз будет наполнен необычными событиями. То есть мы поменяли концепцию, мы изменили подход к организации событийных мероприятий. И в этом году уверены, что раза в два численность посетителей мы сможем увеличить. — Сколько было в прошлом году? — По нашим подсчетам было от 7 до 10 тысяч человек. За два дня прошло на всех наших площадках, которые работали во время фестивальных дней. — Это были люди откуда? — Это были люди из нашего района. И очень много было туристов. Мы проводили опросы на местах, и оказывалось, что очень много приезжали из Татарстана, из Удмуртии. И на удивление очень много было москвичей. То есть истории, которые сейчас появляются в регионах, москвичи очень активно включаются. То есть когда мы... — Обычных москвичей, рядовых или все-таки представителей каких-то... — И рядовых. — Структур, фирм, которые могли бы тоже что-то тут завязаться на этом? — Ну, в основном, конечно... — Предложения о сотрудничестве, возможно? — В основном это были туристы. Но мы вокруг себя объединяем модельеров, мастеров декоративно-прикладного творчества, которых в этом году, точнее в прошлом, в 17-м, было очень много. Я готов рассказать, что произойдет в рамках фестиваля 2018 года. — Давайте об этом подробнее. — И кого мы сегодня уже пригласили на этот праздник. С 3 по 5 августа будет организован фестиваль. 3 августа мы будем удивлять самым масштабным шляпным флешмобом в России всех, кто приедет на этот фестиваль. Мы будем ставить рекорд для Книги рекордов России. У нас уже официально присвоен номер заявки. И 3 августа совместно с теми мастерами, которые приедут на фестиваль в качестве участников, на показ, на конкурсный день, мы будем делать самую крупную войлочную шляпу в России. Она будет действительно безумных размеров. Весить она будет несколько сотен килограммов. Для этого уже заказано более 40 метров войлока цветного под фирменный стиль этой шляпы. Сама шляпа уже в форме утверждена. Существует целая команда, которая уже сейчас готовится к изготовлению этого головного убора. — Можно рассказать хотя бы какие-то секреты, что значит фирменный стиль? Я почему-то сразу цилиндр шляпника представляю, когда об этом говорят о цветной шляпе. А у вас что будет? — Да, я могу открыть небольшой секрет, что она действительно будет по форме похожа на цилиндр. И еще одна уникальность. — Кто дизайн разрабатывал? — Дизайн разрабатывает, во-первых, идейный вдохновитель муза фестиваля Наталья Борисова. Это член дизайнеров города Москвы, представитель фестиваля Шапо Кассаде в России, город Франции. И победительница прошлогоднего фестиваля шляпы Наталья Чугунова, которая победила среди 23 участников, заняла первое место. Она сегодня вошла в УНС в оргкомитет, и она как раз отвечает за изготовление этой огромной шляпы. — А войлок где произведен? Откуда вы его привезли, где закупили? — Войлок российский. Мы находимся на границе с Татарстаном, и там есть валяльно-войлочный комбинат, который согласился нам изготовить необходимое количество войлока в нужном нам свете. — Из настоящей овечьей шерсти? — Да, конечно, из настоящей овечьей шерсти. Ну и уникальность этой шляпы, наверное, еще заключается в том, что она будет звездная шляпа. То есть если есть аллея звезд, то значит должна быть и звездная шляпа. И после того, как мы эту шляпу изготовим, установим, каждый желающий сможет, каждый желающий участник этого флешмоба сможет закрепить память о себе на этой шляпе в виде звездочки со своими инициалами. То есть фамилиями мастера и город, откуда он к нам приехал. И вот эта огромная шляпа в рамках театрализованного шляпного шествия уже 5 августа пройдет по улицам нашего города от административной площади в старую часть города, где каждый желающий с этим необычным арт-объектом сможет сфотографироваться. — Сколько человек, интересно, под этой шляпой сможет разместиться? — Да, это один из тех рекордов, которые мы планируем также установить. То есть самое большое количество людей, которые смогли встать под шляпу. — Накрыться одной шляпой? — Да. — Что называется. А чтобы примерно представить, сколько метров она в длину, в ширину, в диаметре будет эта шляпа? — Она будет порядка 5 метров в диаметре вместе с полями и порядка 2,5 метров в высоту. — Дом такой. — Да, это шляпа, которая будет изготовлена по классическому стандартному проекту, то есть в технологии, которую обычно применяют для изготовления носибельной шляпы. То есть это одно из условий достижения рекорда. — А рекордов в настоящее время он уже есть? Есть какая-то шляпа, которая меньше 5 метров? — В Российской Федерации. — В России есть шляпы, они действительно меньше. Большая шляпа была изготовлена из войлока в Казахстане, и она вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Мы в этом году подаем рекорд в Книгу рекордов России. Думаю, что на будущий год у нас появится какая-то интересная идея для Книги рекордов России. — Гиннеса. — Гиннеса уже, да. Гиннеса. Всемирной книги рекордов. — Куда потом эту шляпу? Мне сразу уже интересно. В хозяйстве-то как она пригодится? — Этот вопрос, который нам задают неоднократно, постоянно. Это пока секрет. Вот все, кто приедут в Вятские поляны на фестиваль, 5 числа, в конце уже третьего дня наших событий, мероприятий, каждый сможет узнать, что с этой шляпой случится. — Но раз есть шляпа, значит, должна быть голова, на которую, собственно, эта шляпа должна надеваться. — Костюмированное шествие-то будет. Прямо сразу хочется видеть ярких людей, которые несут эту шляпу. — Да, все верно. То есть я вам рассказал только про первый день, который пройдет 3 августа. Второй день — это будет конкурсный день в Дворце культуры, где соберутся разные мастера и декоративно-прикладного творчества, и модистки, которые смогут показать на сцене в зале Дворца культуры полные образы. То есть это будет презентация их новых коллекций перед, естественно, публикой и перед членами международного жюри. То есть у нас уже подтвердили свое желание участвовать в фестивале директора Рижской киностудии. Кирилл Бабаев — это основатель музея головных уборов, который находится в Прибалтике, в городе Рига. Востоковед — очень известный путешественник, с кем нам совершенно недавно удалось познакомиться. Мы заочно знали друг друга уже около 6 лет. Четыре дня назад в Москве мы закрепили намерение дружить домами шляп, и он с удовольствием готов приехать в Яцкие поляны, провести творческую встречу в рамках фестиваля и поучаствовать в жюри нашего конкурса. И третий день, конечно, — это опен-эйра, это открытые мероприятия, это сцены, это город мастеров, это яркое шляпное шествие по улицам города, это хедлайнеры. В общем, это драйв, это движуха, это безумные эмоции, это красота, это просто вот та энергетика, которой нам в жизни не хватает. Я уверен, что она будет царить на нашем фестивале. И представляете, и все это в Яцких полянах. Это все вот буквально рядом с нами в Кировской области. Кто там говорил, что не хватает нам ярких ивентов, действий и фестивалей? 3-го, 5-го августа все в Яцкие поляны. Да, приглашаем. Вы сказали, что надеетесь, что число посетителей в два раза увеличится. То есть порядка 20 тысяч человек получается. Да, судя по тем активностям, которые есть в виде отклика и со стороны средств массовой информации, со стороны уже участвующих ранее в этом мероприятии людей, уверен, что раза в два мы точно сможем увеличить количество посетителей. Проверемся буквально на полторы минуты. У нас реклама. 211 номер телефона прямого эфира. Мы говорим о тех событиях и мероприятиях, которые в этом году сложатся вокруг участников экспедиции «Хэтмайстер» и музея «Шляпь в Яцких полянах». Экспедиция на Алтай, инициированная активистами, учредителями музея «Дом шляпь в Яцких полянах» и участниками экспедиции «Хэтмайстер» состоится в мае. В августе, 3-5 августа, будет грандиозный фестиваль «Шляпь в Яцких полянах», о котором мы начали рассказывать до перерыва. И уже в перерыве Олег стал рассказывать о том, как заканчивается этот фестиваль, что 5-го числа будет вечернее время, грандиозный салют, файер-шоу так называемое. Энергетика царит, вы говорите, безумная, да, Олег? А вот это хорошо всё? 20 тысяч человек, которых вы ожидаете, это тоже здорово, которых вы ожидаете, это здорово. А где они все в Яцких полянах, извините, размещаются в это время? Да, кстати. Что с инфраструктурой туристической? Вы поймали мою мысль, я как раз хотел об этом сказать. Вятские поляна – это маленький город на юге Кировской области, в котором сегодня проживает 32 тысячи человек. И официально гостиничный фонд у нас сегодня составляет порядка 300 мест. Да, койко-мест. Поэтому мы, конечно, сейчас пытаемся и работаем активно с частным сектором. Мы рассматриваем вариант создания на время фестиваля палаточного городка. Но вот для всех слушателей рекомендую просто вовремя забронировать места в гостинице, для того, чтобы вы эти дни провели в Яцких полянах комфортно, с удовольствием. Потому что проблемы с расселением, конечно, начнутся. Не так далеко от Яцких полян находится Казань, набережные Челны и Лабуга, но до них ехать ориентировочно полтора-два часа. И, конечно, после вечерних ярких мероприятий еще два часа куда-то двигаться не очень это интересно. Поэтому лучше заранее забронировать гостиницы. Либо дать заявку в наш оргкомитет, который в Яцких полянах находится, о том, что вы хотите разместиться в палаточном городке. Палаточный городок ведь сам по себе это тоже действие. Если его организовывать, то требуется много чего. И обеспечение питания, и безопасности, и, возможно, каких-то музыкальных фестивалей, чтобы использовать вот это пространство. Потому что если 20 тысяч человек и 300 мест в гостиницах, даже если активные вятскополянские жители, они действительно активные, в этот момент смогут сдавать комнаты, квартиры, что, я надеюсь, будет осуществлено. И хорошо бы, чтобы они там официальные заявки какие-то через ваш оргкомитет подавали, чтобы обеспечить размещение людей, и заработать, и заработать, безусловно, на этом. Что же вот зарабатывать сейчас будут горожане на чемпионате мира по футболу, а мы должны вот на шляпах... Но не наши горожане. Ну, не наши, не наши. Вот у наших есть такой шанс. Но палаточный лагерь в Яцких полянах вполне себе хорошая история. Это Теникиров. А было бы здорово еще какой-нибудь город на воде организовать. Ой, нет. Вот на пришвартованных баржах. А, кстати, почему именно? Плавучая гостиница такая вот. Понимаете, проблема, мы обращаемся к опыту аналогичных небольших городов. Например, далеко ходить, Солилецк, городок, где находятся соляные озера, и там проблему с расселением как раз решили за счет... Это Оренбургская область. Оренбургская область, прости. Да, и как раз проблему расселения там решили за счет частного сектора. Там практически каждый активный горожанин в период сезона туристического сдает комнату и делает какие-то пристрои со временем. Конечно, на мой взгляд, это одна из возможных путей решения проблемы, когда мы одномоментно не сможем разместить, конечно же, 20 тысяч человек. А строить что-то специально под один фестиваль в год тоже не имеет смысла. Но это и возможность еще раз советскополянским жителям зарабатывать, предоставляя там... Орлядские поляны уникальный город с точки зрения логистики и вообще проведения событийных мероприятий в нашем городе, но имеет большие перспективы. И у нас уже проходит не только фестиваль шляп, но это и радужные многоцветия России, это и театральные фестивали. Ну и, конечно, уже активность предпринимательская повышается, то есть меняется система общепита, появляются дополнительные гостиницы. Я с гордостью и с радостью вижу, что открылся одна гостиница, второй гостевой дом. То есть тенденция к появлению новой инфраструктуры, она налицо. Все идет к тому, чтобы международный аэропорт в Вятских полянах появился. А он есть в пригороде, в Вятских полянах, в Казани находится. Ну, вот туристический центр Кировской области, безусловно, судя по тому, как развивается тут история. Володь, повтори, пожалуйста, свой вопрос, который ты в перерыве Олегу задавал. Да, я бы сказал, Олег, признайтесь честным, были ли предложения о переезде... Вместе с музеем. ...и музея, и мероприятия, потому что, ну... Из Кировской области. Честные предложения были. Потому что мероприятие, это весь проект, он тянет на куда более больший простор. Предложения такие были, и вопросы такие были, и мы говорим просто. То есть мы живем в Вятских полянах, и для нас важно развивать территорию Вятских полян. Вы... Нет, вы расскажите, кто вам предлагал? В рамках прошлого года туристической выставки мы встречались с людьми, которые подобные аналогичные проекты стараются реализовать и в Краснодарском крае, и в Московском регионе. И у нас неизбежно случаются интересные общения, какие-то коммуникации. И нашими проектами интересуются. То есть либо в плане обмена опытом, либо вообще, в принципе, переезда нашего музея. Но мы в этом смысле непреклонны. Музей изначально создавался в Вятских полянах и для Вятских полян. И, конечно же, ему быть только в Вятских полянах, потому что, на мой взгляд, я убежден в том, что Вятские поляны должны быть туристической Меккой на юге Кировской области. И мы со своей стороны сделаем для этого все возможное. И, конечно, музей никуда не переедет. Он будет расти и развиваться в Вятских полянах. Чем живет сейчас музей непосредственно? Много ли посетителей? Что за экспозиция сейчас там? Вот как раз сейчас февраль, январь, не очень активные периоды. Мы стараемся искать какие-то интерактивные программы, создавать для детей, для школьников, для девцадовцев. То есть мы проводим дни рождения в музее. Мы делаем мастер-классы различные по изготовлению головных уборов, шляпок, сумочек. То есть у нас есть сказочные персонажи, которые в музее сегодня живут. Их очень любят и ценят детки, которые находятся в Вятских полянах и в пригороде. И регулярно, практически каждые выходные у нас собираются группы на мастер-классы, на дни рождения. И тенденция к повышению трафика, к повышению численности наших туристов, она, конечно, налицо. Особенно в весенне-летний период, когда много гостей в Вятские поляны приезжают. Ну, все жители Вятских полян уже в музеи-то побывали? По моим ощущениям, нет. То есть есть люди, которые даже не знают. Знают в Москве, знают в Питере. То есть какие-то предложения делают. Удивительно, но в Вятских полянах есть люди, которые музей видят впервые, приходят и с удивлением рассматривают музей и экспозицию. Сколько билет сейчас стоит? 100 рублей. Взрослые 50 рублей групповое посещение. Напомните, музей находится в исторической части города и на улице Ленина. Ленина, дом 31. А будете вы на фестиваль приглашать, может быть, Игоря Владимировича Васильева, губернатора Кировской области? Он ведь не был в прошлом году у вас? Он был в музее, он приезжал в наш музей, он посетил музей, посмотрел выставку, посмотрел наши залы. Но, к сожалению, у него не получилось присутствовать на фестивале. Но я думаю, что в этом году мы постараемся его пригласить, пригласим. Будем надеяться, что он сможет побывать на нашем мероприятии, оценить его масштабность, зрелищность. Но в первую очередь мы, конечно же, делаем это для того, чтобы и жители города Вятские поляны, и все туристы, которые приезжают к нам на фестиваль, получили массу позитивных эмоций, ярких впечатлений и зарядились энергетикой на весь следующий год до нового фестиваля. Наш региональный центр развития туризма вам как-то помогает? Или вы как-то вот сами сотрудничаете? Взаимодействуем, помимо каких-то праздничных мероприятий, мы планируем создать деловую площадку в рамках фестиваля, где будем обсуждать проблемы развития внутреннего въездного туризма как раз на уровне малых городов. То есть это приезд экспертов, которые готовы будут поделиться каким-то опытом в рамках круглого стола. Прекрасно. Деловая программа это очень хорошо. Программа запланирована, она как раз у нас запланирована и с Центром туризма, и с Вятским опорным государственным университетом, с которым у нас подписано соглашение о сотрудничестве. Вот это уже серьезный уровень, конечно, организации фестивалей, когда все есть. Есть заявка на рекорд, есть развлекательные мероприятия, есть палаточный лагерь и развитие инфраструктуры туристической, деловая программа. Ну и что, мы еще об этом, конечно же, не раз скажем и анонсируем, и приеду. Я вот лично в этом году точно себе галочку поставлю. Приедем, посмотрим, осветим это все. Мне отрадно, Володь, тебе, наверное, тоже, да, что у нас возникают такие истории сейчас в Кировской области. Да, уже достаточно возникает. И Бавятские поляны должны стать туристической меккой на юге Кировской области, как сказал Олег Уваров, президент Ассоциации наследия, директор компании «Метелица Тур» и участник экспедиции «Хэтмастер». Спасибо вам, что вы пришли в наш эфир. Дневной разворот завершен. До свидания, всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!